всем добрый день такие вот колонки я приобрел во первых сразу с внешнего вида они имеют разный цвет разный шпон гриле то же самое по цвету можно так посмотреть разные динамики ну хорошо если они рабочие и вам повезло поролон который явился уплотнителем уже весь сгнил уголочки которые были приклеены вот сюда и в которой собственно говоря и вкручиваться динамик они все отвалились вата качестве наполнителя но это стандартно единственно что советском союзе иногда клали и аккуратненько в марлю чтобы все это не болталась там уплотнитель весь еще одно интересное наблюдение не знаю для чего это сделано но вот этих колонках динамика почему-то обложен тонким поролоном я не знаю для чего это сделано может быть какие-то волны гасит этот поролон ну хотя я не знаю что может тут гасить кстати к слову о том что вас ждет при покупке старой советской акустики эти вы будете дышать вау а а а а вот эти маленькие отверстия задних крышках через которые провода выводились они уже понадобятся вот надо будет их за заделать вот так получается клея достаточно много нанес все заклеить вставляю же эти уголки итак короба покрашены два слоя краски два слоя лака все это красилось из обычных баллончиков так как нет никакой возможности отнести это покраску да и дорого собственно это будет стоить очень насколько смог очистил от старого поролона решеточки покрасил динамиках остался тоже старый поролон динамики я почистил насколько это возможно не разбирая их они будут закрыты грилями поэтому собственно говоря и чистить их особо не надо прям чтобы ей блестели решил еще заодно проверить динамики программу генератор частоты для подключения к усилителю купил вот такие вот акустические терминалы взял сразу несколько штук про запас ну собственно так получилось вот они красный черный с обратной стороны крепится двумя гайками провода припаяны можно устанавливать крышки уже на корпуса колонок но перед этим вместо вот этого старого которого остались следы поролона я хочу поклеить вот такую штуку все крышку установлено до и после вместо старого советского поролона вот такой вот уплотнитель время устанавливать но перед этим нужно вернуть все заводское синтепон никогда не помешает тоже рассеивает звук как пишут вата на одной волне рассеивать синтепон на другой поролон на третий вообще все на какой-то своей волне рассеивает стоячие волны все эти убирает вот думаю как бы это не помешает любом случае более что синтепон остался от прошлых моих переделок все теперь установлю динамики и можно будет перейти к прослушиванию колонки собраны практически остался маленький штрих не пожалею 80 рублей и приклеим резиновые ножки вот так все это выглядит . стоит они лежит как это было при советском союзе все я колонки доделал вот они стоят красивые для чистоты эксперимента чтобы исключить какие-либо эквалайзеры ставим ресивер режим директ все он работает без улучшения звука тестовая музыка так заубин пошел потихонечку прибавляю громкость чтобы вы не поверили что работали на эти колонки мы отключили даже 1 соединительная клейма валяется это работают они мы ля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, все понятно. Могу сказать одно, дикого баса от них, конечно, не ждешь. То есть, я пробовал включать тестовую музыку для сабвуферов, для автомобильной акустики. Они, конечно, это не вывозят. Это не их музыка. Но могу сказать одно, по высоким прекрасно, по звуковой картине вообще изумительно. То есть, видимо, вот это коаксиальное строение, когда пищалка напротив стоит, прям основного динамика, оно играет как бы, потому что звук действительно сконцентрирован ровно там, где нужно. То есть, я слышу, где инструменты находятся, я слышу голос, то есть, все, звуковая сцена прям отличная. Вот эти вот большие колонки этого никогда не дадут, потому что эта акустика кинотеатральная. То есть, это кинотеатр, это сабвуфер сбоку. Сбоку эта детализация не та, звуковая сцена тут совершенно никакая. Вот. Была бы моя воля, я бы собрал себе домашний кинотеатр на базе вот этой вот акустики и хорошего сабвуфера. Это было бы гораздо круче, чем вот эта вот мебель, так называемая. Это не акустика, это мебель. Хотя вот это тоже нельзя назвать что-то хай-фай, нет, не хай-фай, но это очень хорошо звучит. Лучше гораздо, чем какие-либо компьютерные, либо какие-то аналогичные зарубежные. То есть, корейские, японские, вот музыкальных центров, какие-то динамики, колонки. То есть, все это ни в какое сравнение не с вот этой вот акустикой. Если правильно отреставрировать, если правильно все сделать, она будет прекрасно играть. У меня, например, у компьютера стоят вот такие колонки. Тоже работают от китайского усилителя. Прекрасно справляются с своей задачей. Тоже были восстановлены. Так что, кто хочет за недорого приобрести себе хай-фай, пожалуйста, берете старую советскую акустику и оживляете ее. Но готовьтесь к тому, что будет все рассохшееся, все в щелях и, возможно, нерабочие динамики, которые придется отдавать на ремонт, либо самому ремонтировать как-то. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует...